Видите, зелёным у нас горит, двери показаны, вот зелёным они горят. Вот сейчас по одной мы закрываем дверь, вот, видите, она чёрная, закрыта, водитель видит. Вот ещё одну дверь закрыли, вот опять она чёрная, вот следующая зелёным горит, сейчас закрыта, оп, всё. Каждый из новых троллейбусов тестирует электрик. Виктор Дубровский уверен, такая машина не подведёт. Для пассажиров комфортный салон, яркое освещение, эффективное отопление. Для водителя видеорегистраторы, четыре видеокамеры, одна из которых следит за посадкой, дополнительные кнопки управления на руле, современная панель с электронным табло. Здесь показывает температуру в салоне, температуру в кабине, температура воздуха на улице, давление, скорость, давление в контурах, неисправности какие, автоматически здесь выдаёт на табло. То есть раньше такого не было? Нет, такого раньше не было. Не было раньше и системы наклона кузова при посадке-высадке пассажиров, что незаменимо для родителей, которые едут с детскими колясками и для людей с инвалидностью. Только в прошлом году троллейбусный парк получил 8 новичков. Ещё 7 прямо с завода «Белкоммунмаш» прибывают в течение недели. Эта модель отличается от более, скажем так, старых моделей, прежде всего, энергоэффективностью, потребляет меньше электроэнергии, также удобства водителя и пассажиров. Для приобретения этой партии троллейбуса деньги были выделены из областного бюджета. Цена одной единицы троллейбуса составляет около 600 тысяч белорусских рублей. Сумма немаленькая, но каждый прослужит долгие годы. А на спидометре появятся цифры, превышающие сотни тысяч километров пути. К тому же на предприятии посчитали, благодаря новым троллейбусам экономия на электроэнергии составит 60 тысяч белорусских рублей в год. «В городе у нас 8 троллейбусных маршрутов, и все эти троллейбусы будут задействованы на всех этих маршрутах. В дальнейшем, как город Брест, он очень удачно расположен, у нас очень удачно построена контактная сеть, поэтому в дальнейшем нам надо использовать троллейбусы с автономным ходом, которые могут ездить в любую часть города, отклоняясь от контактной сети». Людмила Логодич и Дуэрд Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ».